Укроп – это овощная культура, относящаяся к однолетним огородным травянистым растениям с мелкими листьями и желтыми соцветиями, которые употребляются в сыром виде как пряная приправа к пище. На его основе готовится полезный для здоровья напиток укропная вода. Это настоящий кладезь витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых организму. За счет такого богатого и уникального состава укропная вода обладает множеством полезных и лечебных свойств и активно используется в области народной медицины для борьбы с недугами. Применение укропной воды Перед тем, как перейдем к методам применения укропной воды, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрят его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в подписаны. Заранее спасибо и приятного просмотра. В составе укропа содержатся монотерпены, обладающие химиопротекторным действием. Эти соединения индуцируют детоксифицирующий фермент глототион эстрансферазу, помогая в борьбе с окислительным стрессом, нейтрализуя канцерогены, с которыми большинство из нас сталкиваются ежедневно, выхлопные газы автомобилей, сигаретный дым и другие вредные факторы. Укроп обладает антимикробной активностью и способствует предотвращению ряда микробных заболеваний, особенно в наружных порезах и ранах. Трава обладает выраженными противовоспалительными свойствами, что это означает, что она является прекрасным средством для профилактики ревматоидного артрита и подагры. В составе этого растения содержатся эфирные масла, которые оказывают расслабляющее действие на гладкую мускулатуру кишечника, а витамины группы В обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать здоровые клетки нашего организма от вредных веществ и чужеродных микроорганизмов. Железо способствует улучшению кровообращения и образованию гемоглобина. Марганец помогает стабилизировать работу центральной нервной системы, также он участвует в формировании иммунитета и способствует повышению защитных функций организма. Цинк оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и пищеварительную систему в целом. Также в составе укропной воды содержится каротин, витамины А, С, Е, П, 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 К и другие полезные компоненты. Укропная вода используется в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, улучшает работоспособность сердечно-сосудистой системы. Его также применяют при отложении солей, ожирении, диабете. Употребление укропной воды улучшает общее самочувствие, иммунитет, укрепляет нервную систему и обогащает организм витаминами и микроэлементами. Но все же важно не превышать дозу и контролировать состояние своего здоровья. Отвар укропной воды можно использовать и для лечения недугов в любом возрасте. Это натуральное средство природного происхождения нормализует работу внутренних органов и оказывает общее укрепляющее действие на организм. От давления. При помощи укропной воды можно снизить показатели артериального давления. Для приготовления лечебного напитка нужно взять 3 столовых ложки свежих или высушенных семян укропа, залить их пол-литра горячей воды, накрыть емкость крышкой и оставить настаиваться в течение нескольких часов, чтобы отвар хорошо заварился. После этого процедить состав через марлю. Готовый напиток следует принимать по одной чайной ложке три раза в день до приема пищи. Он обладает мочегонным эффектом, способствует устранению отеков и расширению кровеносных сосудов, а это препятствует повышению давления и развитию гипертонии. От запоров. При частых запорах рекомендуется регулярно употреблять укропную воду. На один стакан кипятка нужно заварить одну чайную ложку сухих семян укропа, дать настояться, после чего процедить состав. Воду нужно принимать 5-6 раз в день после каждого приема пищи по одной столовой ложке. Эффект отвара ощущается уже спустя 15-20 минут после его приема. Укропная вода обладает легким слабительным эффектом и при регулярном употреблении помогает мягко и деликатно избавиться от запора. В первые дни результат может быть незаметен, поэтому средства следует принимать в течение 5-7 дней. Важно понимать, что в случае, если запор уже приобрел хроническую форму, то лечение с помощью укропной воды может быть малоэффективным и не принести желаемых результатов. Поэтому в такой ситуации рекомендуется проконсультироваться с врачом. При цистите. Полезные свойства укропной воды позволяют применять этот напиток для лечения цистита. Такое лечение будет особенно эффективно на ранних стадиях развития заболевания. Поэтому важно обратить внимание на появление первых симптомов, указывающих на эту проблему. Ведь уже в это время в мочевом пузыре начинают активно размножаться микробы, которые только приводят к усилению данной болезни. Укропная вода обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, поэтому с ее помощью можно устранить воспалительный процесс, болезненные ощущения, справиться с инфекцией и при этом избежать нежелательного вреда для своего организма. При проблемах с почками. Употребление укропной воды насыщает организм необходимыми ему витаминами, минералами и другими полезными и питательными компонентами. Напиток обладает антиоксидантным свойством и способствует эффективному заживлению воспалительной слизистой оболочки. Укропную воду следует принимать по одной чайной ложке три раза в день. Напиток обладает желчегонным эффектом, поэтому помогает нормализовать работу пищеварительной системы, избежать застоя желчи и образования камней в почках. Классический рецепт. Для начала нужно измельчить семена укропа при помощи блендера или кофемолки. Затем одну чайную ложку сухого сырья насыпать в 250-миллилитровый стакан, залить горячей водой, накрыть крышкой и оставить настаиваться в течение 40-50 минут. После этого жидкость следует процедить через марлю. Такую укропную воду можно употреблять при проблемах с пищеварительной системой. Хранить такой напиток можно один день, после чего нужно готовить новую порцию лечебного напитка. Взрослым принимать воду нужно по половине стакана ежедневно за 15 минут до приема пищи. Ощутимое улучшение самочувствия будет заметно уже спустя одну неделю такой терапии. Укропную воду можно добавлять в детские смеси или сцеженное молоко в пределах одной чайной ложки и давать новорожденному. Также укропную воду можно давать и в чистом виде, но не более чем по 15 капель за один раз. Это половина чайной ложки. Нужно подготовить одну столовую ложку свежих семян укропа, залить их 250 миллилитрами крутого кипятка, поместить емкость на медленный огонь и проварить в течение 20 минут. Затем снять напиток с огня, дать ему остыть и разделить на 5 равных порций, которые потом нужно принимать на протяжении всего дня. Регулярное употребление укропной воды помогает защитить организм и предотвратить появление цистита. Помимо отвара можно делать лечебные ванночки. Для их приготовления нужно добавить воду 1-1,5 литра классического укропного отвара и посидеть в такой ванне в течение 15 минут. Такая процедура позволяет быстро устранить симптомы цистита, уменьшить воспаление и болезненные ощущения. От коликов в животе. Для приготовления укропной воды от коликов нужно использовать только очищенную воду, а для детей лучше всего применять специальную детскую воду, а вся посуда должна быть простерилизованно в кипятке. Подготовить 1 чайную ложку семян укропа и 250 мл воды. Семена укропа следует растереть как можно мельче, высыпать в кастрюлю и залить крутым кипятком. Затем оставить залитые семена томиться на водяной бане на медленном огне в течение 20 минут. При необходимости в процессе томления добавлять еще жидкости. Затем снять емкость с огня, отвар остудить и процедить через марлю. Готовое средство следует принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до приема пищи. При ожирении. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует принимать по 2 столовых ложки укропной воды за 30 минут до приема пищи трижды в день. Продолжительность терапии составляет 2 месяца. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий организм. До новых встреч!